здравствуйте мои дорогие с вами я на год из школы искусства женского очарования я приветствую вас на волшебном вебинаре номер 4 здесь я научу вас о науке образности как воплощать свои мечты мы поговорим о малхимии любви и вас ждет незабываемая практика медитация где ты сотворишь образ себя любимой идеальной именно такой уникальной какой ты хочешь себя по-настоящему ощущать видеть чувствовать и из этого образа ты сотворишь образ своего любимого мужчины и даже если у тебя сейчас есть мужчина в твоей жизни ты сможешь его изменить он на эфирном плане перестроиться под тот образ который ты сотворишь если ты сотворишь его из чистого мощного искреннего внутреннего пространства хочу предупредить что этот вебинар этот мастер-класс это высший пилотаж то о чем я буду говорить сегодня я раскрою тайны величайшие тайны о том как нами управляют образы я порекомендую вам определенные книжки ресурсы где это более глубоко развернуто которые вдохновили меня на то чтобы я изменила свою жизнь практиковала эту науку и все чему я учу это то чем я делюсь на самом деле своим опытом из личного и также из практики перед тем как я что-то сотворяю она уже как бы созревает во мне через долгие практики и наблюдения за своими клиентами с которыми я работаю вживую и когда я чувствую что вот тем она зрела да ей пора поделиться я ей делюсь и вот на самом деле сегодняшний вебинар мастер-класс он о том что женщина всегда находится мужчины также но мы ограничим это чисто женскому хотя вот все это также относится к мужчинам да даже если мужчина пожелает прослушать этот вебинар я думаю что он будет очень полезен любую любому человеку если перевести просто на мужской язык и так а женщина проживает в двух образах либо женщина жертва и жертва это когда ты подвластна внешнему миру то есть а ты эмоционируешь и реагируешь на то что происходит во внешнем мире допустим если тебя похвалили что-то дали ты заработала денежку получила премию получила подарочек что-то там еще ты радуешься этому несказанно и наполняешься от внешнего да это нормально совершенно нормально и доля этого всегда будет присутствовать да потому что мир нам зеркалит наше внутреннее состояние и но если что-то происходит что нам не нравится нас покритиковали нас недолюбили нам не дали внимания потеряли украли кошелек там я не знаю что-то произошло неприятное и у нас упадок сил упадок настроение нас кто-то обидел если ты проживаешь в большом соотношении не редко не иногда а вот часто ты глубоко обижаешься ты ревнуешь ты соревнуешься ты постоянно тебе чего-то не хватает ты живешь каких-то установках будущего типа вот когда будут деньги вот тогда я себе позволю на то-то и то-то что связано не просто с каким-то капризом а необходимы для твоей женщины необходимо для твоей внутренней женской природы для того чтобы расцветать и благоухать да если ты отказываешь себе в этом это значит что ты живешь и состояние жертвы другое состояние это состояние жрицы жрицы и сотворяют реальность сотворяют пространство также мне нравится еще состояние магини иногда я себя ощущаю жрицы любви вот когда я работаю с энергиями афродиты я вхожу в какое-то такое состояние жрицы любви потому что я преклоняюсь перед алтарем любви да на много лет назад я поставила на алтарь любви все что для меня важно по-женски вот сначала для меня это был центр моей матки и я тратила все деньги все свое внимание вся моя энергия все уходила на то чтобы раскрыться в своем маточном центре потом очень долго все деньги все внимание вся энергия шли на то чтобы наполнить свою матку мощной сексуальной чистой девственной энергии и только потом я дошла до сердца и теперь на алтаре лежит вот мое сердце и я расширяюсь в любви наполняясь любовью вселенная перевезла меня на другой остров на остров я его называю остров доктор любви он маленький неизвестно здесь очень мало туристов и вот вчера меня повозили в очень красивые места на этом острове он такой богатого небольшой но такой богатый здесь только прямо магии происходит и вот мы обсуждали с молодым человеком он говорит я просто потрясен твоим полем твоей силой и тем что ты практикуешь каждый день он горит это наша третья встреча и каждый раз когда я тебя вижу я вижу как ну твое сияние твое поле увеличивается и горит когда я возвращаюсь домой у меня глубочайшие трансформации происходит даже на физическом уровне настолько что но мой друг заметил и спросил что с тобой происходит вот мне очень приятно было это слышать потому что я сама это видела что каждый раз когда он случайно появлялся на пляже моем пространстве я его еле узнавала он реально становился мощнее аура сильнее и вот мы когда говорили об этом как ты это делаешь ты какая-то волшебная непонятная для меня и я сказала ему что я каждый день расширяюсь и наполняюсь что каждый день пластами сходят установки жертвы потому что живя в социуме да мы продукты этого социума мы живем не из природной силы не из силы правды и искренности своей матки своего сердца своей души мы отсоединились от своей истинной природы еще прямо до того как мы родились на самом-то деле мы несем в себе программы рода страхи мамы папы то есть мы дети жертв и как бы мы жертвы жертв так сказать да и у всех у нас какие-то вот такие ограничивающие программки и вот нам кажется что это есть наша истинная природа что мы живем и проживаем свою жизнь из нашей истины но на самом деле мы проживаем это из состояния жертвы ну конечно же я не как-то по-русски говорится да не источник последней инстанции или как это говорится то есть но соответственно я делюсь то что я говорю это мои умозаключения это мой опыт и да если это созвучно тебе и резонирует внутри тебя как правда значит это правда также для тебя если нет то конечно же вот выключай так сказать прямо сейчас это не твое вот я пришла к тому вот на этом острове наблюдая общаясь вот сюда прямо люди приезжают которые вот именно готовы к исцелению потому что если не готовы то остров их прямо вот туркает прям под попу и ноги и они прямо вылетают отсюда как пробка шампанского потому что вот остров прям не терпит не терпит никакой фальши он срывает все маски заставляет возвращаться к себе почему потому что глубоко насыщен энергией любви построен на кристаллах и ты прямо спишь и трансформируешься и вот этот молодой человек сказал мне удивительную вещь он говорит яночка я потрясен тобой потому что говорит когда я сюда возвращаюсь говорит я уже здесь целый месяц я обязательно вернусь обратно и это не мой первый как она не первое путешествие сюда он горит когда сюда приезжаешь не хочешь ни на чем работать потому что уже каждый день происходит исцеление от самой природы сама природа уже настолько наполнена она сама целит исцеляет рит и факт что ты еще продолжаешь активно практиковать активно наполняться говорить я просто потрясен тобой и я ему сказала что я проживаю не из состояния жертвы где внешне пусть даже положительное имеет силу надо мной а из внутреннего состояния магини я сотворяю свою реальность я сотворяю свои мечты из того что я осознала глубинное глубоко что я пришла от бога я сотворение божественной мечты и каждая женщина каждый мужчина это сотворение божественной мечты от того что мы забыли нашу душу от того что мы забыли кто мы что мы и зачем мы здесь да это не значит что мы не есть божественное совершенство мы просто об этом забыли и поэтому мы страдаем богатые мы или бедные красивые мы или уникальные потому что это слово красота это такое реальное это такое субъективное мнение да потому что как только человек внутренне богатый красивый любящий наполнены в независимости от его внешних данных это человек становится таким красивым да вот это внутреннее излучение когда человек соединяется со своей божественной природой это мне кажется вот вот это сияние внутренней красоты это бесподобно и и вот именно этим я поделюсь с тобой сегодня этой волшебной практикой которую я сотворила несколько дней назад для себя готовясь к этому вебинару и хочу признаться после того как я это сделала это было тотальное прощание со всеми установками жертвы именно через это я сегодня тебя проведу во второй части а этого вебинара который посвящен именно вот магической практике метранс медитации сейчас я подготавливаюсь к новому ретриту я еду на мальдивы в мае и приглашаю туда где я буду делать необыкновенные ретрит обучая тонкому искусству тантры и во взаимоотношениях да после того как раскрою вот чары афродиты да наш но наш самый главный ретрит на который я приглашаю это чары афродиты и вот ах да вспомнила что хотела сказать да вот объясню как работает процесс для женщины до сначала вот в школе что я сотворила из личного опыта до первый шаг это глубокое очищение и пока женщина не пройдет через программу очищения матки не исцелить свои родовые программы почему я это напоминаю в каждом вебинаре даже если ты уже купила эту программу проработала и и не имеет значения вот сейчас уже третий год что я с этой программой работаю да и вот совершенно недавно я опять погрузилась и проделаю медитацию на с мамой я исцелила всем поколений все исцелила матки всем поколений своих прабабушек я не могла этого сделать два года назад когда я только начинала у меня не было такой силы чтобы пойти и в свете одарить женщин своего рода вот такой вот магии для этого реально нужны ресурсы внутренние ресурсы вторая программа это наполнение то есть вот женщина проходит через три шага очищение для этого есть программа на очищение матки поэтому зайдите на сайт на мою главную страничку опуститесь вниз и вот посмотрите на как простроена школа до шаг первое очищение второй шаг это наполнение через вот четыре стихии программы это глубокое наполнение своей матки силой стихии наполнение сексуальной энергии и и третий шаг это уже сотворение и вот тут вот это наука образности да и наука образности это и есть та цель к которой мы стремимся а наука образности помогает нам выйти из состояния жертвы и войти в состояние магини состояние жрицы женщины настоящей женщины которая сотворяет ткет свою реальность сама только осознав что ты есть женщина мечта ты есть божественное совершенство да и только потом можно сотворять свою мечту жизни своей мечты сотворять образы которые созвучны по-настоящему с твоей душой с твоим сердцем с твоими желаниями с твоей маткой с твоим телом и вот для этого вот третий шаг в нашей школе это 7 волшебных транс медитаций они построены по законам науки образности я пару слов скажу о них это не просто практики это не просто медитации это исцеляющие сессии они построены на тонких духовных принципах сначала идет глубочайшее расслабление погружение в свое подсознание необходимо выключить свой ум и зайти вот в лимбическое включить лимбическую часть своего мозга для этого я начинаю с рассказа с подготовки потому что невозможно сразу раз и сброситься в другую вибрацию войти в нее и в общем вот такая идет сначала приятная подготовка расслабляющая дающая возможность подготовиться к процессу я всегда рекомендую чтобы во время этих медитаций рядышком вот с левой стороны ставьте розочку или любой другой цветочек либо букет любых цветов потому что цветы живые цветы хотя бы один цветочек либо в горшочке какой растет они создают вот этот образ настоящей женщины что женщина это цветущее благоухающее естество за женским своим естеством нужно ухаживать цветочек благоухает когда есть прекрасный садовник по правой стороне зажигать свечку спрашивали какого цвета можно любого можно белого просто для такой девственности да такой для чистоты просто белую свечку и чтобы огонь поглощал в себя вот то что выходит я люблю также окружать себя кристаллами здесь я прям вот каждый день на пляже собираю мощнейшие кристаллы заряжаю их на солнце и вот ложу вокруг наполняюсь их энергетикой но это не есть необходимо можно купить из розового кварца сердечко какой-нибудь из аметиста нечто это таких два красивых мощных кристалла которых я люблю всегда там в ручках своих держать на маточку свою ложу ну в общем то это такое дополнительное так сказать и дальше в этих транс медитациях я провожу через глубокое исцеление и очищение в эфирного тела и только потом приступаю к самому путешествию наполнения и сотворения новых образов и очень важно каждую из этих медитаций делать по многу-многу раз минимум семь раз вот хорошо если бы делать там одну неделю каждое утро пробуждаться под я красивая которая у тебя есть в подарке так как ты уже подписана если ты заходишь на сайт и подписываешься в школу записываешься то сразу же ты получаешь эту медитацию в подарок потом второй шаг это медитация я любовь с богиней афродитой это неописуемой силы какие ко мне приходят отзывы от женщин именно вот с такими словами это божество это бесценно это что-то бесконечное что я почувствовала с чем соединилась могу сказать что через что бы я не проходила как бы плохо я себя не чувствовала когда нас трясли вулканы был какой-то непокой или там луна восходит там сатурн в ретрограде то есть что бы ни происходило если я включаю медитацию я любовь я трансформируюсь через час я в блаженстве я выхожу из жертвы и вхожу в могиню в жрицу любви это самые бесценные подарки каждая женщина должна иметь эту медитацию я любовь рекомендую ее делать в любом моменте когда это нужно ну вот хотя бы вот 7 дней утром проделать потом приступить к следующей медитации я оргазмичная наполняться вот соками любви изнутри и так далее по нарастающей и вот поэтому как говорится совесть моя чиста я создала вот эти три шага три бесценных процесса для каждой женщины чтобы она могла выйти из состояния жертвы и войти в состояние женщины жрицы женщины могине и воплотить в реальность свою мечту на самом деле поэтому вот напоминаю три процесса через которых мы проходим в нашей жизни очищение наполнение и сотворение образов именно это мы сегодня будем с тобой изучать как сотворять образы науку образности и так наука образности я посоветую вам прочитать книги анастасии называются звенящие кедры россии рекомендую прочитать все десять чтобы ну как так сказать полное кино просмотреть потому что они потихонечку раскрываются и идут по нарастающие и чтобы по-настоящему понять начало нужно дойти до конца и вот в четвертой в книжке о сотворении она раскрывает древнюю ведрическую и ведроскую науку образности и кто на самом деле сотворил нашу матрицу и вот когда я говорю матрица да вот наш социум кто управляет вот той информацией которую нам забивают головы кто создает вот эти образы какой женщина должна быть что она вообще должна и что вообще происходит вот недавно посмотрела интересным какую-то программу русскую на ютюбе и вот интересно одна из рублевских дам Алена Кравец такая куколка красавица то есть женщина у которой совершенно есть все и внешние деньги там и все дела и насколько она во что она в общем-то превратилась из-за этого социума да как она из вот великолепной прекрасной роскошной нежной женщины этот образ этот образ который она холила и лелеяла и представляла но не раскрылась это изнутри в этих качествах а больше работает внешне на показуху так сказать и насколько сильно ее засосал вот образы что ты богатая женщина ты хозяйка да но мы вот сейчас не с критической стороны а вот именно с концепцией да женщина жертва или женщина хозяйка своей судьбы и вот там она говорила о женщинах в таком тоне что обслуживающий персонал должен знать свое место и что было интересно для меня что все сидящие соглашались с этим в общем то да что есть две категории женщины женщина служанка и она вообще даже не женщина она обслуживающий персонал и что интересно мне рассказывать здесь мужчины причем так как я сейчас живу на островах то общаюсь с мужчинами со всего мира что очень интересно что не только русские а именно вот иностранцы говорят что в общем то мужчины смотрят на женщин как две категории как то есть он на ней женится как на обслуживающем персонале особенно вот любят азиаток брать в жены и типа им кажется вот она молчит улыбается и что она просто будет ему служить готовить апстировать давать ему секс молчать и делать что надобно так сказать да и потом они хихикают те которые более опытные что мол типа потом разочаровываются потому что женщина потом когда уже выходит замуж документы так сказать но чувствовать себя уже обеспеченной спокойной она начинает показывать типа свое истинное лицо и говорит я тут тебе не служанка прислуживать не собираюсь и ты мне тоже должен то другое третье десятое вот но сам факт что мужчина вообще может смотреть на женщину как обслуживающий персонал это очень интересно но особенно интересно что женщины тоже позволяют себе вот так вот делиться да это идет вот из состояния жертвы и сейчас у нас формируется в русском обществе на женщин хозяек своей судьбы да они молодые сексуальные мощные жены олигархов или там бизнес леди сами да кто какая категория этих женщин чем их особенность от женщин которые ну не входят в категорию хозяек своей судьбы их отличает мощная сексуальная энергия их самочность настолько сильна насколько потенциальными они себя ощущают изнутри и это именно идет из нашей внутренней кундалини из нашей внутренней энергии а эта энергия и есть наша сексуальная энергия вот именно для этого у нас с вами есть вот этот великий дар школы искусства женского очарования где есть возможность не только очиститься но именно наполняться чтобы такая участь нас не ждала и вот поэтому я поделилась с тобой с вами я хочу говорить как будто я когда записываю я представляю передо мной сидит женщина планеты и она мое зеркало моя сестра моя душа и я как бы разговариваю с ней поэтому предпочитаю именно вот как бы на ты да чтобы вот ну как бы чувствовать тебя душой своей потому что мы все едины я понимаю глубоко что мы сотканы из одного и того же и в нас всех есть все да и низкие вибрации высокие вибрации и наша задача женская расцветать раскрываться наполняться и для того чтобы мы могли сотворять желаемую реальность да нам необходимо каждый день наполняться наполняться волшебством наполняться своей женской стихией своей силой да а откуда мы будем брать эту силу как мы будем поднимать свою сексуальность да это работа со стихиями это древние ритуалы работа со стихиями которые вот нас ведет к этому ну и конечно вот каждый день когда я транс медитирую я сотворяю новую вибрацию внутри себя что вот так же рекомендую тебе делать каждый день и уже из этой новой вибрации творю те образы те ту мечту ту сказку которую я хочу проживать и таким образом а вот мы следуем вот это такой принцип духовного сотворения то есть наука образности это когда мы сотворяем из пространства любви мы мыслью вот сейчас внимание да вот поделюсь самым главным то есть образность наука образности состоит как бы из нескольких частей из нескольких компонентов первый компонент мы должны войти в состояние любви чистой девственной прекрасной божественной любви в своем сердце а в сердце энергия поднимается снизу из сексуальной чакры из первой во вторую в матку оттуда в третью я третью матку огонь называю изобильностью центр моей изобильности здесь я соединяюсь с энергией бесконечности соединяюсь с образом я женщина вселенная я могу все все есть для меня и дальше энергия поднимаю ее в сердце да и здесь раскрываюсь божественной блаженной любви и вот из этого состояния высоких частот высоких вибраций любви я соединяюсь что я хочу чего я желаю и вот каждое утро после того как я проделываю одну из вот этих медитаций мистических волшебных медитаций и когда я лежу в этом пространстве блаженства в своей матке неважно какую я медитацию сделаю я любовь или я оргазмичная или я красивая или мою любимую вот я женщина изобильная где я купаюсь сотворяю образ любви и купаю свою матку вот в сексуальной блаженной энергии изобилия вот из этого пространства я спрашиваю себя Яночка любимая чего ты хочешь сейчас и шаг за шагом начинаю с маленьких я рекомендую то есть у меня есть большая мечта да цель моей жизни что я хочу сотворить куда я иду по бизнесу в отношениях в индивидуальном росте и каждый день я сотворяю такие маленькие чудеса маленькие мечты и таким образом я начинаю проживать в состоянии могине и богине и признаюсь в те дни когда я не делаю этого то тогда я в общем-то жертва обстоятельств да то есть если вселенная благосклонна ко мне то все хорошо если нет то я испытаю какие-то упадки сил настроения и вот чувствовать себя раздраженная недовольная несамодостаточная то есть вот эти состояния они всплывают когда не нахожусь в ресурсном в глубоком женском наполненном состоянии и именно трансмедитации образы позволяют мне наполняться и вот себя так ощущать ну и конечно же практики ритуалы со стихиями глубокого наполнения признаюсь еще девочки что конечно же я не могу всего в видеопрограммах раскрыть в видеопрограммах всегда раскрывается база да только на живых ретритах почему я сейчас вот мой путь закончился потому что вот та медитация которая вот все кто купили этот вебинар да вторая часть а если вы просто прослушиваете его в ютюбе то знаете это только первая часть и сейчас мы с вами будем делать очень хорошую глубокую практику о науке образности дальше вас ждет вторая часть которую вы получите только после того как вы купите этот вебинар на сайте цена очень доступная специально я держу цены на вебинары очень низкие потому что они как бы такое глубочайшее пособие для продолжения своего роста это и развитие для женщин которые вот находятся в школе и прошли первую вторую третью ступеньки эти вот вот этот например пятый извиняюсь четвертый вебинар да и следующий пятый об алхимии отношения он именно в помощь вот для женщин которые уже на третьем этапе находятся в этапе сотворения работают с моими трансмедитациями и они еще не могут себе позволить на то чтобы приехать ко мне на ретрит вот они раскрываются наполняются изучают вот такие тонкие таинства чтобы стать женщиной хотя бы третьего уровня да чтобы позволить себе приехать на магический женский ретрит и вот изучить глубокие древние ритуалы и практиковать их вместе со мной да здесь уже в живом поле мы не изучаем мы раскрываем мы практикуем мы наполняемся и ну конечно же уедешь в могине вот я вот сейчас не помню это уже достаточно длинный вебинар я записываю я не помню рассказала ли я вам все три составные сотворения своей мечты на всякий случай если даже раньше говорила повторю еще раз значит для того чтобы среализовать любую мечту нужно пройти через вот несколько шагов вот таких вот условий первое условие это твое эмоциональное внутреннее состояние ты должна находиться в состоянии любви либо оргазмичности то есть оргазмичность она всегда усиливает да наши энергии то есть в эмоциональном состоянии благости любви доверия божественному да вот для этого я всегда сначала делаю медитацию я любовь чтобы выйти в это тонкое-тонкое поле любви когда вот я что-то хочу себе намечтать какую-то новую задачу для себя ставлю то это обязательно сначала делаю медитацию я любовь выхожу в поле любви либо делаю медитацию я оргазмичная потому что там и любовь и усиленная энергия в зависимости от того что я сотворяю как я себя в этот день чувствую чего мне хочется второй шаг я из этого поля из этого пространства из этого чистого состояния я начинаю рисовать образ желаемого к примеру женщины спрашивают вот научи как заработать деньги чтобы приехать к тебе на ретрит на мальдивы вот учу вот к примеру да или ты хочешь новую машину либо шубку либо бриллиантовое колье либо там я не знаю билет для детей там в детский сад хорошую школу там поступить что-то в общем неважно что ты хочешь для вселенной не имеет значения это большая мечта или маленькая мечта вселенная может все вот ты повелеваешь ты что пожелаешь то и что намечтаешь то и получаешь вот то есть но вот такие вот шаги сначала войти в вибрацию чистой любви второй шаг ты начинаешь сотворять картинку образ как кино желаемого в котором ты себя уже видишь в реализованности к примеру если ты хочешь приехать вот 1 мая ко мне на мальдивы вот ты делаешь медитацию допустим я любовь хочешь состояние глубокой благодарности и уже дальше можешь подготовить еще рядышком какой-то магнитофон с музыкой чтобы вот моя медитация заканчиваете ты нажимаешь на музыку включается красивая музыка и ты начинаешь сотворять образ где ты видишь себя ты садишься на самолет в шикарном платье у тебя улыбка до ушей ты летишь вся счастливая ты прилетаешь выходишь и тебя остров встречает своей роскошью красотой ты счастливая обнимаешь меня и я Яночка с любовью тебя обнимаю и приглашаю тебя в твой номер и мы начинаем вот утром у нас прекрасная встреча на океане рано утречка и о музыка поменялась сейчас посмотрю надеюсь что она соответствует да хорошая музыка и вот ты утром просыпаешься выходишь на рассвет шикарный мягкий пляж восходит солнце мы все улыбаемся становимся на женский вкруг и начинаем с наших практик да начинаем наполняться делаем тантрическую йогу и ты увидь себя в купальнике счастливая на океане ты вся сияешь почувствуй эту силу эту радость это вот ты изучаешь что-то новое по твоему телу плывут энергии ты счастливая и проживи хотя бы один день вот так вот ну то есть вот в своей мечте проживи вот это вот сказочное состояние вот и ты вот семь дней ты вот в таком счастье ты раскрываешься превращаешься в могиню и в конце увидеть как ты фотографируешься и мы запечатляем образ тебя новой раскрывшейся красивой наполненной могине и мы все обнимаемся целуемся обнимаемся и счастливые расстаемся чтобы потом друг другу рассказывать о том как наша жизнь изменилась и что прекрасного происходит и на женский круг навсегда останется да вот это практика может быть вот три минуточки всего то есть проделала медитацию вошла в поле увидела эту картиночку кайфанула от нее так сказать и все и закрыла пространство с любовью закрываешь портал с любовью и говоришь да будет так я эту мечту отправляю в руки божьи и да будет так я с радостью верю что так будет и дальше ты почувствуешь вдруг у тебя появится желание там купить билет найти там это или поговорить со мной спросить как это организовать то есть ты начнешь применять какие-то шаги в этом направлении потому что энергия она идет по нарастающей также допустим ты хочешь новую машину да как пример приведу какой-то более материальный да еще то есть вот этот пример который я с мальдивами привела ты можешь также допустим ты хочешь поступить в университет то есть по той же схеме ты проработаешь эту программу то есть ты видишь себя как ты входишь в университет двери раскрываются ты в красивом платье тебя встречают и ты видишь как ты выходишь из этого университета с дипломом счастливая законченная то есть ты сотворяешь такое маленькое кино и регулярно этот образ проигрываешь для себя в своем уме но именно из поля из пространства любви чтобы страхов не было ограничивающего чтобы ничего не было приведу пример сотворения мечты чего-то материального конкретного к примеру машина и вот то есть ты закрываешь глаза и ты видишь прекрасную там но для меня я хочу там спортивная бентли беленькая с белой кожей внутри все я как-то увидела такую машинку мне это я такая ух ты понравилось хочу то есть до этого я всегда ездила в белом мерседесе CLK это была машина моей мечты а сейчас мне захотелось образ спортивного пентли меня захватил очаровал совершенно вот и хочу такую машинку ну так как я сейчас живу на островах то мне это в общем то не нужно поэтому не сотворяю но вот если я буду жить в европе или в городе то обязательно вернусь к этой мечте и увижу как вот мой мужчина подъезжает на такой машинке дарит мне ключик от этой машинки то есть ну я вот так хочу да можно по-другому можно самой на это заработать то есть ты представляешь как ты открываешь двери этой шикарной своей беленькой красненькой там вкусненькой маленькой или большой шикарной машины да то есть ты к ней подходишь ты открываешь дверь ты садишься ты кайфуешь открываешь окно ты едешь ветер развивает твои волосы и тебе просто хорошо и ты чувствуешь силу этой машины и тебе просто кайфово от обладания что ты вот хозяйка этой машины все припарковала вышла счастливая пошла дальше закрыла портал то есть вот сама практика может быть от одной минутки до двух минуточек делай ее под одну и ту же музыку чтобы у тебя сформировалась привычка ну и самое главное делать это минимум 21 день чтобы вот в эфирном теле это превратилось вот в один день вот так что вот такой вот процесс сотворения через мечты еще раз напоминаю прочитайте пожалуйста четвертую книгу Анастасии о сотворении она там глубоко вас вдохновит расскажет вообще о науке образности она меня потрясла до глубины души изменила мою жизнь я применяю законы и они работают так вот наукообразности если не было возможности почитать Анастасию то я хочу привести в пример Золушку это волшебная сказка которую в общем то все вы знакомы да с этой сказкой и расскажу и раскрою ее сущность вот из такого состояния науки образности смотри Золушка никогда не чувствовала себя жертвой или спроси себя вот Золушка как себя чувствовала как жертва или как хозяйка своей судьбы вот смотри когда мачеха ее заставляла делать грязную работу на кухне то есть делать то что непристойно хозяйке а ведь она была дочерью богатого человека да и вот мама ее умерла и приходит новая мачеха с двумя дочками и она любит только себя и своих дочерей и вот вдруг девочка из хозяйки своей судьбы да долюбленная возлюбленная своей мамы возлюбленная своего папы ее вдруг высылают на кухню на черную работу обратив внимание что именно ее родовые программы были чисты и прекрасны она уже изначально была запрограммирована на любовь и поэтому когда судьба ее начала тестировать через образы мачехи и сестер и отправила ее на кухню да из бала из гостиной на кухню она не стала жертвой она продолжала нести свою судьбу свой каждодневный труд да с глубокой любовью с божественной благодарностью в гармонии с собой и с природой там ей помогали птички там то есть она продолжала расцветать хотя была на кухне в грязных лаптях так сказать да и вот когда ей хотелось пойти на бал а перед ней поставили такое испытание невероятное не то есть испытание судьбы было очень несправедливое и реально неисполнимое как она к этому отнеслась хоть на минуту она превратилась в жертву она села расплакалась стала охать ахать вздыхать и жаловаться на свою несчастную долюшку на свою судьбу как это несправедливо по отношению к ней ведь она хочет пойти на бал встретиться с принцем она тоже молодая красивая она того достойна ведь это ее папа это вообще-то ее дом родины да хоть на минуту в сказке она себе позволяет соединиться с состоянием я жертва я думаю ответ будет нет да у тебя и вот подумай как часто ты находишься в состоянии жертвы когда что-то не происходит по-твоему я знаю что я проживала в этом состоянии очень много и я знаю что только после программы очищения матки я стала улавливать вот эту вот эту тонкую грань когда я вхожу в состояние жертвы и как женщина то тогда включается мой внутренний мужчина который выходит на защиту и включается агрессия раздражение логика ум и так далее потому что логически мы хотим объяснить почему мы имеем право негодовать мы имеем право возмущаться да ведь я же права то есть вот я имею право там пожаловаться на свою маму на авиакомпанию на гостиницу на окружающих людей и так далее да потому что женщина вошла в состояние жертвы все вошел мужчина и пошел гнать непонятно что да наш внутренний мужчина и только когда я начала вот второй третий шаг делать наполняться 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 я заметила как я вхожу в состояние жертвы все реже и реже и реже и чем больше я нахожусь в состоянии женственности да то есть вот когда я делаю свои практики свои медитации я вот вся в блаженстве матка купается я в счастье то уже вот я тку свое пространство и уже когда что-то происходит иногда я еще выходила в состояние жертвы а иногда я уже не выходила решала это с любовью из женского состояния и я заметила как вот этой пропорции да проживания я жертва или я могиня они начали меняться из 50 на 50 потом 60 процентов на 40 потом 70 80 90 и вот я призналась в начале вебинара да что вот несколько дней назад когда я сделала вот эту вот практику которую сейчас для вас запишу о науке образности да вот я женщина могиня где я оставила свою жертву позади и я вышла в пространство и наполнилась своим образом настоящим как бы распрощалась со своей жертвой вот мне даже не хочется о негативном говорить мне больше не хочется вспоминать свое прошлое чтобы привести это вам как пример мне не хочется это слышать ни от кого я понимаю что каждая женщина она исцеляет свою судьбу каждая женщина ответственна за свой путь но нам нужна помощь нам нужны проводники потому что мы совершенно запутались и поэтому вот сотворив эти три шага эти три программы исцеление матки сила четырех стихий и семь волшебных трансмедитаций я чувствую что я вот ну как бы эту палочку выручалочку женщинам дала и так же как я прошла через эти пути так же и ты можешь пройти через эти пути если ты готова если ты хочешь и ты можешь тоже войти в состояние могиня ты можешь сама к этому прийти через практики ты можешь приехать ко мне и превратиться войти в это состояние и уехать но все в твоих руках и я больше не обязана не выслушивать не сотворять вебинары где я вот соединяюсь со своим прошлым потому что все прошлое я отпустила я сожгла его в храме фиолетового огня я сожгла свою жертву я растворила эту часть себя и сотворила новый образ и теперь проживая в новом образе у меня расцвет души поет душа и тело и хочется летать идти вперед 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 поэтому вот этот вебинар да это прямо огромнейший подарок от меня вам всем женщинам как последний такой марш-бросок поделиться и помочь и вот только последний пятый я сделаю потому что там о науке отношений да как вот с мужчиной и женщиной грамотно простраивать с самого начала и мощнейшую практику на призыв любимого на сотворение правильных отношений я еще вот ну реально заставлю себя сделаю это вам да чтобы было с чем работать а уже дальше только на живых ретритах на тантрических на чары афродиты силы клеопатры таинство гейш и самый последний ретрит это я могиня где мы вот все эти качества великих женщин в себе сначала раскрываем а потом уже так сказать наполняем пространство с собой любименькой да вот уже только на живых ретритах я буду делиться вот этими таинствами поэтому сейчас приступаем к практике ах да закончила золушке да то есть даже вот обрати внимание что вот в этой ситуации когда ее не пустили на бал она вошла в состояние благодарности любви и попросила помощи у бога у природы а вот анастасия раскрывает что в ведрическом ведруском словаре слово природа переводится при боге когда мы работаем со стихиями когда мы находимся в природе мы соединяемся с природой мы находимся с богом мы соединяемся с божественным естеством силой бога и в нас раскрывается эта тонкая память кто же я на самом деле да я женщина я кто из чего я это соткана и начинается соединение со своей со своим энергетическим телом когда мы начинаем ощущать себя как поле как энергию мы соединяемся с божественным вот и вот когда золушка соединилась вместо того чтобы войти в состояние жертвы а именно соединилась с состоянием с радостью с радостью бросилась на выполнение этого неподъемного дела так сказать что там ее просили чечевицу отделить от гороха я уже не помню всех деталей и к ней прилетели на помощь силы стихий и начали ей помогать и вся природа обернулась ей в помощь и пришла волшебная фея и помогла вернуть ее в образ принцессы королевы но внутри себя она уже была вот этой чистой девой этой благодарной душевной доброй любящей цветущей девственной невинной женской природой и когда мы внутри соединяемся с этим вот именно для этого вот все эти шаги все это вся моя работа вся моя жизнь была вот этим путем чтобы раскрыть для себя наконец-то вот этот ключ матка матрица материя как выйти из матрицы войти в матку и сотворять в материальном мире ткать в материальном мире свою мечту соединиться со своим божественным умением сотворять мечту и как это сотворяется через женское состояние благо дарности да и тотальной веры что что пожелаю то я испытаю и так мои дорогие сейчас мы приступим с вами к практике это первая практическая часть да этот вебинар состоит из первой части теории и вот сейчас мы начинаем с первой части нашей практики она доступна всем кто смотрит это видео в ютюбе и после того как мы проделаем через практическую часть то мы потом приступим к глубокой трансформации к медитации к практической части которая будет создана как трансмедитация это называется часть 2 она придет отдельно всем тем кто купили этот вебинар который стоит 30 долларов его можно купить на моем сайте yanagood.ru ссылочка также под видео и вторая часть трансмедитативная часть она растворит тот образ жертвы который мы сейчас с тобой сотворим она позволит трансформировать и трансмутировать энергию 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 того образа негативного образа в котором ты проживала всю свою сознательную жизнь или какую-то часть своей жизни то есть сначала мы должны соединиться с образом с частичками себя которые нам не нравятся больше которые нам больше не служат то есть прошлом у нас этот образ сотворялся потому что нам это было необходимо это спасало нас в чем-то защищало наши страхи помогали нам избегать сложных ситуаций но как женщина да ты должна эволюционировать и в этом процессе роста эволюции трансформации нужно скидывать себя как вот змея сбрасывает старую шкуру да и рождается новая также вот должно происходить это глубокое обновление и вот я приглашаю тебя сегодня для самого глубокого самого серьезного обновления и первая часть вот сейчас нашей практике возьми ручку бумажку расслабься я сейчас оставлю тебя наедине с музыкой дам тебе задание и погрузись глубоко глубоко в себя и соединись и вот прямо вот нарисуй этот образ внутри себя внутренним своим взором да можешь прописать какие-то качества себя в состоянии вот первая часть практики я жертва да вот этот образ жертва что это такое как помочь себе нарисовать образ своей жертвы спроси себя в чем я себя предаю да чего я очень сильно боюсь в чем я себе отказываю что я себе не додаю на что я себе не позволяю вот эти вот вопросы помогут тебе выловить как бы и сложить образ своей жертвы и почувствовав соединившись с этим состоянием где ты себя предаешь может быть тебе захочется поплакать тебе будет грустно тебе будет горько это очень хорошо чем больше чувств включится да тем мощнее произойдет потом исцеление потому что ты значит соприкоснешься с глубинным соприкоснешься со своей темнотой и значит ты обошла свою гордыню потому что нашей гордыне хочется сказать да у меня все нормально все хорошо чем не там париться я довольна всем да но в каждой женщине есть вот эти два образа образа могиней и образа жертвы и чтобы увеличить силу нашего образа могиней мы должны уменьшить силу энергетическую силу образа жертвы я не знаю возможно ли это полностью сделать а вот когда я первый раз сделала эту практику недавно то есть она родилась для меня да да то я пару дней ходила в таком состоянии вот новом в новом своем образе и ну вот сейчас еще тестирую да я проживаю без образа жертвы и смотрю старые паттерны еще выходят или нет когда они выходят и вот через несколько дней там что-то чуть-чуть там обязательно вселенная нас будет тестировать да у меня такой очень мощный тест на меня пошел и я почувствовала что там чуть-чуть что-то вот какая-то самозащита еще вылезла да вместо того чтобы быть полностью в любви ответить в тотальной любви у меня еще вышла самозащита и когда я на это посмотрела я поняла ага я не была до конца наполненной то есть мои ресурсы это уже был конец дня и я уже проработала несколько часов с клиенткой и то есть потом еще вечером на меня что-то там навалило и я уже просто отпихнула это от тебя оттолкнула мне не захотелось там создавать пространство любви для этого человека еще которому я плачу и который в общем-то обязан делать мою жизнь легче а не наваливать еще на меня свои эмоциональные проблемы и вот хотя логически я как мужчина могу это все объяснить я имею право взбрыкнуться да но потом когда я подумала я думаю из какого образа пошла реакция самозащиты из образа жертвы потому что образ жертвы он функционирует на энергии страха если ты хочешь понять что ты делаешь например если ты проживаешь свою жизнь в измерениях ревности ты постоянно ревнуешь постоянно там копаешься тебе что-то там сама себе рисуешь проблемы находишь так сказать да то спроси себя какой за этом страх стоит за этом за этим за ревностью стоит страх недолюбленности да а если стоит у тебя ты часто обижаешься вот такая вот прямо обидчивая обидчивая вот за обидками стоит какой страх ты спроси почему ты постоянно обижаешься и за этими обидами ты тоже найдешь страх недолюбленности да то есть я чего-то недостойно да что вот мне со мной так вот поступили и ты обижаешься на это если ты проживаешь например ну вот мы говорили там обиженной девочки например женщины которую бьют постоянно там бьют ее там наезжают на нее и так далее да она постоянно прощает и остается в отношениях палач и жертва и за этим какой страх за этим стоит почему ты себя предаешь да свое здоровье свою красоту и позволяешь себе унижаться до уровня там ревности обиды или быть битой да или мириться с изменами вот к примеру если две женщины возьмем да рассмотрим чтобы помочь тебе понять как этот образ сотворять допустим вот одной женщине муж изменяет и у нее включается жертва и она говорит но она не понимает что это жертва включается она думает это у нее гордыня гордость включается и она говорит я этого не потерплю собирая чемодан уходит хватает детей бежит на улицу оставляет детей без отца и так далее в ней включается страх соперничества она понимает что как женщина она слаба она не может ничего с этим сделать и она просто бросает и бежит вот у другой женщины сильной наполненной мощной ну как бы я поступила если бы вдруг такое произошло не дай бог я знаю что у меня этого не произойдет никогда в жизни не было и не будет я абсолютно в этом уверена но допустим если бы у меня вот что-то такое произошло или клиентка бы позвонила чтобы я посоветовала я бы посоветовала возрадоваться да вдохновиться и оживиться и не приходить из страха а приходить из состояния расширения любви о супер у меня появилась соперница то есть она мне поможет сейчас раскрыть какую-то грань себя где я в любви расширюсь раскроюсь и стану более мощной женщиной более мощной самкой да я смотрю почему допустим моего мужчину потянуло в ее сторону что такого да она представляет она дает чего я не додаю и к примеру да вот одна из моих клиенточек там вот у нее такая ситуация с любовницей и к примеру да та женщина дает больше воздуха какой-то музы какой-то душевности да ее мужу который постоянно там вот к ней рвется но потом он всегда возвращается к жене потому что жена мощнее сильнее сексуальнее жена сделала очищение матки она находится в школе и конечно же она постоянно возвращает его к себе после того как проконсультируется со мной сделает правильные шаги и он бежит моментально это совершенно нормально да и да о чем я то есть жертва она из страха исходит она просто бежит она закрывается она входит в агрессию она фыркает она отбрыкиваете да почему это у нас включается защитная реакция потому что мы боимся боимся того что наша правда всплывет что неужели я такая недостойная неужели меня нельзя любить неужели мне нельзя быть верной то есть кто я и вот именно на этот вопрос мы сейчас будем с тобой отвечать кто я для себя своим внутренним взором окинь себя и посмотри вот когда твой страх включается панический страх который заставляет тебя либо атаковать входить в агрессию либо убегать бедная девочка зарыться там под постель закопаться подушками там чтоб тебя никто не видел да то есть эти обы составные и слабое и сильное то есть и агрессия и апатия они мотивированы страхом страхом что я недостойна и нелюбима вот а женщина хозяйка своей судьбы да вот когда ты давайте сначала пропишем вот этот вот образ своей жертвы а потом перейдем ко второй части да где мы пропишем образ я женщина мечта я хозяйка своей судьбы какая я да и потом мы приступим к нашей заключающей части к медитации где мы сожжем растворим и трансмутируем энергию образа жертвы и расширим увеличим и наполним силой образ твоей мечты женщины твоей мечты и так приступаем я сама сейчас тоже буду это прописывать и писать и как только я закончу то я так сказать перейду ко второй части а если ты еще не закончила и ты дома это прослушиваешь то просто перед тем как слушать меня дальше если я начну а ты еще не закончила пожалуйста просто став на паузу не слушай меня став на паузу и продолжи процесс чем глубже ты проработаешь образ своей жертвы да вот сейчас напиши я жертва как я себя предаю какая я в чем я себя предаю в чем я себе не додаю что я себе не позволяю вот пропиши чем глубже ты это все проработаешь тем лучше вот медитативной практике мы все это сожжем и ты останешься свободнее хотя эту практику можно будет переделать да и нужно будет переделать много-много раз тем не менее чем эффективнее ты проработаешь ее за первым разом тем лучше итак моя дорогая приступай приступай к этому процессу и я сейчас засеку время посмотрим сколько минут пройдет вот сотворяй образ своей жертвы первая часть нашей практической практики и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, прошло где-то 4 минутки Если ты еще не закончила, поставь меня на паузу, продолжи с процессом Если закончила, то есть ты открыла для себя, в чем ты себя предаешь, как проявляется твоя жертва Ты увидела себя изнутри, когда ты, когда ты, тобой руководят энергии страха, а это очень низкие вибрации И сейчас, если ты закончила, то теперь приступаем ко второму процессу, самому приятному, вкусному, сладкому Нарисуй, пожалуйста, вот смотри, образ женщины своей мечты Вот как женщина, какая бы ты была, вот если тебе навстречу идешь ты, да, образ твоей идеальной женщины, вот идет тебе навстречу Какая ты должна быть, да, какими качествами ты обладаешь уже сейчас, да, которыми ты восхищаешься, в которые ты бы хотела влюбиться То есть вот твой внутренний мужчина влюбился бы в тебя, самовыбрал бы тебя, как свою жену Либо просто вот очень важно создать образ женщины сначала своей мечты Не его мечты, да, не для мужчины, а именно чисто для себя То есть вот твой внутренний мужчина бы влюбился бы в твою внутреннюю женщину, да Какой же ты должна быть, как ты должна себя проявлять, какой ты хочешь, какой ты себя любишь, вот что ты в себе любишь, да Очень важно, очень детально этот образ себя, любимой сотворить именно в этом вебинаре Почему? В первом вебинаре, когда мы работали с чувством собственного достоинства, мы раскрывали свои чакры Мы раскрывались в тех, как бы, areas, как это по-русски сказать, в тех областях, да, в которых мы сильны и слабы И усиливали их Во втором вебинаре «Сияние королевы» в практике мы раскрывали сияние твоей внутренней королевы через пачакру, включая все силы В третьем вебинаре о ревности мы соединили, мы проработали твоего внутреннего мужчину и твою внутреннюю женщину Мы обоих их возвели в ранг короля и привели их к состоянию баланса, да, любви, гармонии с самим собой И это была очень продвинутая практика, очень мощная, я продолжаю ее делать до сих пор Очень мощные трансформации через нее проходят И она, конечно же, особенно эффективна Только после того, как произошло глубокое очищение матки Когда ты уже наполняешься силой стихии, твой магнит достаточно мощный, твои уровни поднимаются Ты делаешь трансмедитации, ты создаешь образы И ты, проделывая вот эту практику из третьего вебинара, вдруг позволяешь своей внутренней королеве расцвести и раскрыться То есть я его сделала, потому что я к этому пришла, то есть я созрела И поэтому, ну вот, ты в этой школе, чтобы проходить через этот эволюционный процесс раскрытия своей внутренней женственности Для того, чтобы полностью расцвести в образе женщины своей мечты И уже в нашем последнем, в пятом завершающем вебинаре, вот из этой серии, да То именно здесь раскроется, ты сотворишь образ женщины его мечты Но для того, чтобы быть женщиной чьей-то мечты В первую очередь нужно раскрыться в любви к себе, в любви ведающей И сотворить образ себя любимой Ну, это нормально, это понятно, да Сначала влюбись в себя, полюби себя, раскройся вся в любви к себе в своем женском очаровании И тогда ты сможешь и очаровать, и наполнить другого, да, человека, мужчину И тогда ты сможешь сотворить образ его мечты А до этого, то это будут просто, как бы, какие-то притворяшки И, конечно же, это все очень временно То есть люди влюбляются, там, они могут держаться в каком-то образе Очень какое-то короткое время, там, может быть, 30 дней, 3 месяца Но рано или поздно наша внутренняя натура, наша именно жертва, да, Она начинает вылазить и начинает себя показывать в свое не очень красивое лицо И мужчина, который влюбился в эту прелестную женщину Вдруг начинает раскрывать для себя все ее неприглядные стороны жертвы, плаксивой, бедной девочки И все, ты уже не муза, ты уже не Афродита, ты уже не любовь в его жизни А вот странная, больная, капризная женщина с проблемами, с психозами и так далее И, конечно же, он не выдерживает и рано или поздно отношения либо разрушаются Либо он находит любовницу на стороне, либо несколько любовниц То есть он уже ищет отдушину, да, потому что мужчина хочет сказку Так же, как ты хочешь сказку, да, в отношениях принца Чтобы тебя и любил, и уважал, и подарил подарки И чтобы он был, соответствовал твоему образу мечты, да Вот, то есть сначала он должен стать мужчиной мечты А потом идти в отношения, покорять женщину, правда ведь? Так же и женщина, то есть сначала приведи себя в порядок, влюбись в себя И потом уже будем работать над образом женщины мечты для отношений Вот, поэтому сейчас будь предельно с собой Опять-таки открыто и честна Забудь о своем мужчине, о том, что хочет твой муж Что навязывает тебе мама-папа Сотвори свой истинный, мощный, сильный образ женщины своей мечты Чтобы твой внутренний мужчина, да, влюбился в тебя Итак, начинаем, то есть какая я, да Какая я, женщина своей мечты Сотворяем этот образ, приступаем 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 проживать из образа жертвы, да, и когда я сотворяла, то есть я увидела, да, что я не делаю, когда я себя не чувствую наполненной, и сейчас, когда я соединялась со своей женщиной своей мечты и спросила себя, когда я себя увидела, я спросила, чтобы быть такой всегда, что я должна делать, да, какие шаги я должна предпринимать, и вот для меня в зависимости, да, то есть сейчас я вас не только о себе рассказываю, но и пытаюсь, чтобы это было полезно для всех, конечно же, там, если у тебя маленький грудной ребенок, если ты ходишь на работу, если ты домохозяйка или у тебя свой бизнес, у каждой женщины совершенно разная ситуация, поэтому я не хочу, чтобы тебе включилось такое, ой, да, Яна, ты так можешь, да, потому что у тебя вот так вот, а у меня вот там грудной ребенок орет, там, я там не спала до трех часов, я вот так вот не могу, я это говорю к тому, что я приведу два примера, да, что, как я по-разному в разных ситуациях разные создаю для себя, ну, как бы программы, которые помогают мне вот в той ситуации, в которой я нахожусь, быть как можно чаще в образе женщины своей мечты, а ты уже сотворишь свой, я это как пример привожу, к примеру, когда я жила на острове Бали, то для меня, чтобы быть всегда наполненной, я должна была, вот как только я просыпалась, я делала мистическую транс-медитацию, либо я красивая, либо я любовь, либо я оргазмичная, либо я очарование, либо я изобильная, то есть, либо я сияние света, то есть, вот все семь вот мистических транс-медитаций, я их почакровала, то есть, я утречком должна была в первую очередь сделать это. Это поднимало мою вибрацию, наполняло меня, и потом я приступала к практикам, к ритуалам. Выходила на свой балкончик в природе, пила кокосик и делала свои ритуалы со стихиями, делала ритуал любви, наполнялась, и потом бежала на йогу. Ну, бежала не бегом, а шла пешочком на йогу, и в процессе вот сотворяла поле, шла и практиковалась быть вот такой волшебной, магической, красивой женщиной, и наслаждалась процессом. На йоге я включала в себе вот такую оргазмичность и как бы делала тантрическую йогу, хотя, то есть, ввели нормальную йогу, но я постоянно включала свой магнит и раскрывалась из оргазмичного состояния, через асаны пропускала свою оргазмичную энергию. То есть, вот когда я это делала, то я была магиней, я была влюблена в себе. В дни, которые я хоть один из этих шагов не делала, я себя предавала, и я уже была жертвой обстоятельств. У меня было тысяча и один экскюзов, как это по-русски сказать, ну, то есть, объяснений, извинений, почему там сегодня я вот не смогла, да, то есть, я была жертвой обстоятельств. Вот, и теперь, когда я живу в Таиланде, у меня здесь другой режим, потому что у меня дом прямо на самом океане, у меня здесь роскошный пляж, с белоснежным песочком, с лазурной водичкой, и я предпочитаю делать свои практики на океане. Мне пришлось поменять свой режим, вот, чтобы не жариться на солнце, то есть, я утречком встала, попила и должна лететь на океан, и уже там, на песочке сначала я делаю свои духовные практики, потом я наполняюсь ритуалами стихи, потом я иду плаваю, наполняюсь Афродитой, работаю с Эгрегором Афродитой, раскрываюсь вся, и потом уже ложусь и включаю свою трансмедитацию, и просто расширяюсь, наполняюсь, сотворяю поле, кайфую. То есть, вот здесь, то есть, на этом острове, вот, я почувствовала, что для меня вот, ну, такой режим, он более, как бы, эффективен. И только потом я уже включаюсь в работу, отвечаю другим людям и так далее. В дни, когда я этого не делаю, если я вдруг начинаю отвечать людям, проверять имейлы, там, кто-то что-то купил, какие-то у кого-то какие-то проблемы, и вдруг мне включается ответственность, то есть, внутренний мужчина, который хочет быстренько ответить, сделать, решить проблемы и так далее, я потом понимаю, что я себя предала, я предала свое утро, что бизнес важнее, чем я, мне неприятно, когда я себя предаю, я понимаю, что, о, жертва победила, не могиня, а именно жертва победила. Почему? Потому что могиня, она не боится внешних обстоятельств, да, то есть, я понимаю, что чем наполненнее я, все проблемы решатся за меня. Да, услышите, чем наполненнее я, вот, родилось новое у меня, да, если я раньше говорила, что излучаю, то и получаю, чем наполняюсь, тем и излучаюсь, вот прямо сейчас родилось новое, да, чем наполненнее я, тем быстрее проблемы решатся за меня. Кстати, надо записать, так, я запишу это, а, нет, я все равно прослушаю это потом в записи, запишу потом, хорошо, идем дальше. И, а если я пытаюсь решать проблемы, вопросы, вхожу в чужое поле, значит, я из страха иду, что если я там свои проблемы какие-то не решу, если я там что-то не сделаю, то это как-то отразится негативно на моем бизнесе. То есть, все уже вошло в страх, уже вошло в жертву. Видите, какая тонкая грань, хотя кажется, что это же ответственность, нужно там другим помогать, тра-ля-ля, нет, в первую очередь нужно наполняться с собой. Наша ответственность лежит только перед собой. Могиня – это женщина, которая в первую очередь может сама наполняться. А мы каждый день, мы пустой сосуд, мы каждый день должны наполняться, мы каждый день должны практиковать, да, потому что иначе, если мы не наполним свой сосуд, то есть свою матку, свое сердце и свой ум, то есть наши три центра силы, если мы их не наполним внутренним благосостоянием, да, то есть матку я наполняю блаженством, первый центр своей сексуальности, да, я наполняю, раскрываюсь в оргазмичных потоках, которые я пропускаю по всему телу. Этому я учу на ретритах или в индивидуальной сессии могу научить. Вот, но мы именно практикуемся, то есть что мы делаем на ретритах, вот сейчас я приглашаю вас на Мальдивы в мае, я даю две недели, с 1 по 8 мая и с 9 по 16, по-моему, вот, можно выбрать, какую неделю ты хочешь приехать, в маленькой группе, либо это будет индивидуально. В июле я приглашаю в Таиланд, посмотрите у меня на сайте, на даты ретритов, да, а в июле я поеду на Бали, сделаю ретрит обуждения Чары и Афродиты на Бали. Так что вот 3 месяца идеальных вообще ретритов, выбери любой из них, приезжай, пожалуйста. Что мы делаем? Вот на ретритах я создаю вот такое вот пространство идеального поля, где женщина начнет, вот мы с утра начинаем делать тантрическую йогу, делаем трансмедитацию, мы наполняемся, практикуемся с ритуалами, то есть ты изучаешь и ты практикуешь, и каждое утро ты практикуешь, потом днём ты что-то новое изучаешь, а потом ты опять практикуешь. И вот это налаживается за 7 дней, отлаживается, ты видишь, боже, как ты с каждым днём расцветаешь, наполняешься, наполняешься, переполняешься. Вот не только изучаешь что-то, ты именно вот наполняешься и трансформируешься с новой информацией. И уже когда ты, то есть последний день, мы сотворим вот тот процесс, да, женщины-могини, который нужен для тебя, то есть у каждой из вас своя дома, своя ситуация, да, кто-то работает, кто-то там и хозяйка, кто-то мать, кто-то там ещё, то есть мы сотворим идеальную образ для тебя, то есть что тебе нужно делать каждое утро, и ты можешь это делать, да, и ты уже будешь продолжать вот с теми практиками, которые ты изучила, которыми ты наполнилась, и оттачивать своё мастерство, вот те таинства, которые ты приобретёшь, ты уже будешь их оттачивать в реальности, да. Вот, и ещё, девочки, я решила, что вот когда я закончу наши вебинары, я буду предлагать для учениц школы живое поле, то есть я назову его, наверное, круг магии женской силы, и вот когда у меня будет желание, будет возможность раз в месяц, или раз в два месяца, или раз в три месяца, все участницы нашей школы, то есть если ты зайдёшь на сайт yanagood.ru и подпишешься в школу, то ты получишь в подарок медитацию «Я красивая», которая стоит 100 долларов, да, первую медитацию, семи медитации, и также ты услышишь от меня, когда вот я, приглашение получишь, когда я буду делать вот этот живой женский круг магини, мы будем встречаться онлайн, и я буду отвечать на твои вопросы, ты можешь мне писать в личку какие-то проблемы, обрисовывать свои ситуации, обрисовывать, да, и я их, не освещая имён, буду их как вот правит коучинг, я буду их прорабатывать, отвечать на твои вопросы, мы будем создавать поле любви, делать небольшие медитации, то есть вот такую поддержку живую буду продолжать дарить всем женщинам, всем участницам нашей школы, да, вот, а ретриты, вот раз в году приезжай на ретрит, оттачивай своё мастерство, продолжай наполняться, расширяться и оттачивать своё искусство. Итак, сейчас, когда ты уже сотворила образ своей мечты, да, сотворила образ своей жертвы, то ты готова приступать ко второй части этого вебинара, и сейчас я приглашу тебя на глубокую магическую трансформацию, я приглашаю тебя лечь, расслабиться, оголиться, либо одеть пространное такое платье, да, уединиться в комнату, где тебя никто не потревожит, минимум там полчасика, постараться создать красивое пространство для себя, включить свечку, по правой стороне поставить свечку, может, белого цвета, для чистоты, да, можно любого цвета, по левой стороне, если есть возможность, купи себе розочку там, или целый букет цветочков, да, то есть купи что-нибудь для себя приятное, хорошее, и ты погрузишься в глубокое состояние, да, где ты сожжешь, растворишь и транспортируешь вот образ своей жертвы и соединишься с образом женщины своей мечты, своей могиней, и дальше также нарисуешь образ своего возлюбленного, вот из этого состояния ты нарисуешь образ мужчины, которого ты достойна, которого ты хочешь, если хочешь перед тем, как приступить к этой медитации, можешь сделать еще такую практическую практику, напиши, пропиши качества мужчины, которыми ты восхищаешься, которых ты хочешь в своей жизни, чтобы сознательно их пропиши, чтобы когда ты работаешь на подсознании, через мою трансмедитацию, у тебя уже эти качества как-то так автоматически, они всплывут, да, то есть для ясности проработай это сначала на ручкой с бумажкой, да, вот, и даже если у тебя есть муж, или вы расстались, или вы там поссорились, не имеет значения, ты пропиши те качества, которые ты хочешь человеке, они в нем начнут пророждаться, то есть как бы ты семена посеешь, и в том человеке, с которым ты уже сейчас в отношениях, они начнут прорастаться каждый раз, когда ты будешь проделывать эту практику, ты будешь усилять свой образ могини, усилять образ мужчины, своей мечты, то есть эту трансмедитацию ты сможешь делать часто, 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 пока вот ты почувствуешь, все вошло хорошо тебе, ты набралась силы, набралась самочности, да, вот, и, конечно же, напоминаю, что вот на нашем последнем пятом вебинаре, который приглашаю опять-таки купить, сразу же не откладывайте это на потом, покупайте прямо сейчас, там мы как раз будем делать призыв любимого, там будет об алхимии отношений, как притягивать мужчину, как простраивать их грамотно, либо, если уже в отношениях, как их попытаться, да, истелить на чакровом уровне, как сотворить вот эту любовь из сердца, души, и, то есть, простроить мосты на всех уровнях, да, сексуальном, маточном, чувственном уровне, да, сердечном и духовном, вот там будем работать над этим, и практика медитации будет на призыв любимого, и если он уже у тебя есть, то вот он будет в том образе, в котором ты захочешь, и ты увидишь, как он будет меняться, как отношения будут улучшаться. Вот именно сегодня утром мне девочка в WhatsApp прислала такой маленький такой отзыв, чисто поделилась своей радостью, что вот она начала с 23 января работать над очищением матки, и она сделала такую медитацию, ну, не медитацию, а именно такую практику, что она стала пропускать после вебинара, она стала пропускать по своим чакрам свет, и соединять его вот с мужем, и через несколько дней он, его назначили директором грант, я не знаю, как это по-русски сказать, в общем, какой-то там проект был большой, и его назначили руководителем этого большого проекта, и благодаря этому у них увеличились деньги, и она была очень благодарна, и она, ну, увидела, что вот два дня она попрактиковала, попропускала, понаполняла себя и своего мужчину, и вот сразу же вот такие вот замечательные результаты пошли. Вот. Что еще я могу сказать? Ну и да, и вот, значит, девочки, 15 апреля я приглашаю вас на живую встречу, все, кто купили вот этот вебинар, и купят пятый вебинар, но не обязательно оба, то есть, либо, даже если ты не купишь пятый вебинар, не имеет значения, я тебя по-любому приглашу на живую встречу, ты получишь приглашение через e-mail, всем участницам этих двух вебинаров, четвертого и пятого, у вас будет живая встреча 15 апреля, где я отвечу на ваши вопросы, то есть вот сейчас вы это все проработаете, да, попрактикуетесь до 15 апреля этими практиками, у вас будет много ощущений новых, да, какие-то вопросы будут, и вот это все перед живой встречей, вы мне можете написать в личку, голосом описать, в письменном виде написать, и я вот перед 15 апреля я все прочитаю, прослушаю, и вот не называя имен, я все проработаю, такой личный коучинг у вас будет, отвечу на все вопросы, прокомментирую, расширю, вот такая у нас будет живая встреча, чтобы для тех, кто купили вебинары четвертый и пятый, чтобы у вас вот такая была возможность все-таки позадавать вопросы и поделиться своими достижениями и побыть вот в своем женском круге, друг друга повдохновлять, да, и есть такая магия, да, в живом поле, когда мы все собираемся, что-то в этом есть, вот, и он не будет в записи, то есть если он запишется хорошо, не будет записи, не будет, это уже вот просто для нас, это мое, так сказать вам, поле поддержки, для женщин, которые покупают вебинары и прорабатывают системно, да, то есть как видите, все, что я создаю, это глубокая система, да, то есть когда меня спрашивают, как ты стала такой женщиной, там я восхищаюсь твоим полем, я вижу твою, как по нарастающей идет твоя сила, вот я делюсь, вот три шага, очистила свою матку, потом работала со стихиями, наполнялась сексуальной энергией, всех четырех стихий, стала такой женщиной оргазмичной, стала, научилась управлять своей оргазмичной энергией во благо себе, во благо людям и сотворила трансмедитации для других и для себя, для того, чтобы постоянно, каждое утро наполняться, входить в состояние могини, в состояние божественного волшебства, потому что иначе я бы проживала в состоянии жертва обстоятельств, и этот социум, он засасывает, проблемы засасывают, люди засасывают, там мамы, дети, мужья, подруги, клиенты, то есть если не проживать в поле, магическом поле любви, то обязательно будем проживать вот в менее приятном поле жертвы этого социума, вот, и, конечно же, вот пять вебинаров, их нужно прорабатывать по нарастающей, первый, второй, третий, четвертый, пятый, они глубоко нас раскрывают, и все практики нужно делать много-много раз, вот, то есть с регулярностью, рекомендую, вот, хорошо, мои любимые, мои дорогие, приступаем ко второй части, да, можешь ты сейчас это проделать, можешь проделать это в следующий раз, но перед тем, как проделать это в следующий раз, опять-таки проделай вот с части этой практики, с этой концовочки, да, включись, опять пропиши, соединись с образом себя жертвы, с образом себя могине, и только потом приступай, вот, к мистической трансмедитации, чтобы ты уже тепленькая, так сказать, была, да, в состоянии, в настроении, и уже погрузись глубоко, и сотвори новый образ тебя, женщиной своей мечты, потому что нами управляют образы, какой ты себя ощущаешь, что ты намечтаешь, как золушка, да, ты намечтаешь себе королевский бал, принца, и тогда фея придет и тебе поможет, фея это наша вселенная, да, она всегда нам помогает, вот, обязательно нужно мечтать, создавать мечту, держать этот образ в поле любви, в чистой поле любви, и тогда... Итак, мои дорогие, я прощаюсь с вами, вот, с этой частью нашего вебинара, она подошла к концу, я вас очень люблю, мы, как женщины, должны жить в поле любви, в поле нежности, в этом есть наша сила, женская сила, она в нежности, потому что любовь, она сильная, ей не нужно доказывать, она ничего не боится, любовь ничего... в ней нету корысти, да, она не боится потерять, она не желает захватить, то есть любовь, это просто такой поток плывучей, бесконечной силы, вот, как река, как океан, да, он бесконечен, его невозможно ограничить, невозможно уменьшить, да, просто вот любовь, поток, он есть, и в этом пространстве мы сильны, и нам нечего бояться, и все, что пожелаю в поле любви, что намечтаю, то и получаю, потому что я женщина, я могиня, я хозяйка своей судьбы, я люблю себя, я люблю свое пространство, и я люблю этот мир. С любовью и нежностью Яна из Школы искусства женского очарования. И все программы можно приобретать на моем сайте yanagood.ru Приступайте ко второй части медитации. До встречи. Чао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok